Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Rax to Dishes, симулятор средневекового повара. Лови бабуля. Я не думал, что она отреагирует. Ничего себе, смотрите, она даже облизалась. Боже мой, мне теперь страшно находиться рядом с ней. Если ей понравилось, как я швырнул в неё кочергой, боюсь представить, какие игры она любит. Привет, дорогуша, добро пожаловать. Разреши представиться, я Клементина. Я живу в этом корабле уже много-много лет. Так, будем готовить, доставлять еду и получать за это звонкие монеты. Гляньте, какая уха, только без бульона. Сосиски. В общем, нас знакомят с элементами кухни. Давайте осмотримся, здесь у нас есть рыба. Будем готовить исключительно рыбу, по крайней мере, сейчас. И сосиски. Прекрасная палатка. Немного, конечно, пошла. Разрывается. И паутина вот здесь вот было бы неплохо убрать. Мне кажется, здесь ещё что-то потекло. Мне кажется, посетители, возможно, не будут довольны. Хотя, с другой стороны, это средневековье, в конце концов. Люди общаются со снеговиками. Так что нормально, сойдёт. Так, вода. Нужно налить воды. Я думаю, это будет просто. Ваша вода. Прекрасно. У нас есть вот такая вот ёмкость встроенная. Сюда мы кружкой заливаем воду. Немного воды. Затем. Добавить нужно муки. Это похоже на ракушку, честно говоря. Ну ладно, сойдёт. Игра, по-моему, зависла. Так, бабуля, у меня возникла неприятность. Игра зависла. Ох уж эти средневековые проблемы. Так, это сюда. Я сразу заготовлю. О, теперь всё сработало. Так, прекрасно. Теперь замесить, наверное, нужно. Или всё, или ничего месить. Да, нужно замесить всё-таки. Отлично. Смотрите. Какое прекрасное аппетитное... Аппетитное тесто. Как будто раковая опухоль. Так, теперь сюда в печку засовываем. И хлебушек будет через какое-то время готов. Шкала зелёная заполняется. И вуаля. Свежий хлеб. Ассоциации, конечно, интересны. Похоже на глаз. Похоже на глаз. Так, окей, здорово. Всё. Подаем хлеб. И с лёгкостью быстро мы справились с этой задачей. Так, теперь на вилку насаживаем рыбу. Затем поджариваем её. И запихиваем в тарелку. Так, тарелку можно сразу положить? Видимо, нет. Так. Жарим. А, подождите, над костром. Со всех сторон. До румяной, хрустящей корочки. Отлично. Смотрите, цвет прекрасный. Мне кажется, каждый бы хотел. Такого рыбку... Такого цвета рыбку скушать. Выглядит аппетитно. Так, теперь берём сосиску. Можно даже несколько брать. А, сразу. Сразу две сосиски. Жалко, хот-доги мы не можем готовить. Хотя я не уверен, что такое блюдо существовало в Средневековье. Может быть, что-то похоже. И тоже всё это в тарелку. Шикарно. С этим мы тоже справились. Игра даже не зависла. Удивительно. Так, в общем-то, изучил первые рецепты. Так что, приключение начинается. Так, какую-то лицензию нужно подписать. Надеюсь, я не продаю свою задницу. Всё, теперь мы официально зарегистрированы. Ох уж, это Средневековая бюрократия. Кстати, смотрите, колокол какой огромный. Так, здорово. Всё, теперь мы настоящий повод. Какова моя профессия, угадайте. Прекрасно. Нас заработали ноль экспы. Здорово. Здесь также есть магазин. Смотрите, мы можем апгрейдить, судя по всему, свою лавку. Выглядит очень симпатично. Визуальный стиль, хоть и простенький, но красивый. Так, ладно, я думаю, так как у нас ничего нет, ноль монет, сомневаюсь, что мы что-то сможем докупить. Так, кузнец какой-то. Приходит в нашу лавку. Налить ему водички. Угощайся. Я уж подумал, какие котлетки появились, но это монеты. Мы оставил чаевые за воду-то. Для какая дама. Так, водички. Это мы быстро. Держите. И затем две сосиски. Нужно поджарить. Две сосиски берём. Высненько приготовим на огне. На углях. Так, это сюда. Это вам. Затем хлеб. Хлеб я тоже умею делать. Наливаем немного водички. Затем берём сразу муку. Замешиваем быстренько тесто. Похлопывая, как по женской заднице. Ну, или по мужской, кто как любит. Так, а здесь просто сырая рыба, по-моему. Так, хлеб почти готов. Выглядит как сырая рыба, но, видимо, нет. Что-то странное. Она без головы, кстати. Так, секундочку. Хлебушек ваш забирайте. Так, и водичка. Держите. Угощайтесь. Так, ладно, давайте попробуем так сделать. Да, вроде как, да, вон. Шесть секунд оставалось. Надеюсь, монеты автоматически собираются, потому что я уже начинаю не успевать. Так, сосиски. Сосиски сюда. Молодой человек. Хочет немного водички. И, извините, пролил немного. Ничего страшного, я думаю. Так, и, конечно же, держите. Да, вроде как автоматически все делается. Так, хлеб. Но пока все просто. Я буду красиво это делать. Чтобы впечатлить. Опа. За счет заведения. Так, рыба. Что за стоны? Да тихо, тихо, тихо. Вот ваш хлебушек, успокойтесь. Все нормально. Я спешу как могу. Еще хлеб. Я не знаю, как здесь быстрее. Но, судя по всему, нужно грейдить свою кухню. И справляться мы сможем тогда еще быстрее. Может быть, мы ее автоматизировать сможем? Мне уже аплодируют. Невероятное мастерство. Держите. Есть. Шикарно справляюсь. Хлебушек. Это вам. Пять секунд еще осталось. Или что-то вроде того. Или это оценка. Хрен узнает. Так, сосиски. Слушайте, можно, мне кажется, заранее подготовиться? Да, давайте, наверное, заранее. Нажарить. И таким образом быстрее. Соответственно, работать. Хотя я не уверен, что могу так делать. Ну-ка, давайте сосиски сразу поджарим. Шнадцать секунд осталось. Но клиентов нет. Так, хлеб. Это сюда. Да, надеюсь, не исчезнет. Так, воды. Надо хлеба много испечь. Заранее. Давайте так и сделаем. Что там еще? Вода. Быстрее. Да, действительно. Нужно испечь много хлеба. Я не прогадал, но это не успел, правда. Так, это вам. Зато готовая сосиска уже есть. Сразу хлебом давайте. Надеюсь, успеем. Напеку сразу много булок. Да, сосиска исчезла, по-моему. Хотя, может быть, из-за того, что закончился день. Фух. Три злых клиентов? А почему? Три недовольных клиентов, между прочим. Видимо, оставалось там пару секунд, но я не пропустил ни одного, написано. Сегодня наша прибыль составила 104 монеты. Да, в следующий раз буду сразу заранее наготавливать всякого говна. И бюджет наш небольшой, конечно. Так, ладно. Но зайдем в магазинчик, посмотрим, чем там вообще торгуют. Что мы можем улучшить. Ну, как минимум за 150 здесь что-то можно улучшить. Да, кухня, декорации. Может быть, кстати, клиенты некоторые недовольны из-за декорации, например. Из-за антисанитарии. Пауки все-таки, крысы. Скорее всего, мне кажется, мы можем улучшить настроение наших клиентов. Проапгрейдив кухню. Сразу давайте начинать. Хлеб, пищу. Так, сосиски. И жарить сосиски. Пока буду замешивать хлеб одной рукой. Второй жарить сосиски. Что такое, воды не хватает? Я не долил воды. Так, сосиски готовы. Надо сюда. Ваши сосиски. О, вода и хлеб уже. Так, вода. Поставим пока здесь. Надеюсь, она не исчезнет. Сразу делаем новый хлеб. Так, хлеб, вода. Есть рыба готовится. Рыба готовится. Это сюда. Все, рыба готова. Быстро закидываем. Далее у нас снова хлеб. Не, я не успеваю даже заранее наготавливать. Честно говоря. Я сильно спешу. Хотя вот сейчас небольшой перерыв, можно сказать. Может сделать успею вторую буханку. Видимо, нет. Так, это вам. Одной рукой хлопу. Чего там? Сосиски. Одной рукой вмешу тесто. Второй рукой жарю сосиски. Жалко, третий нет. Так, это вам. Рыба. Хлеб же готов. Вода. Просто вода. И пока просто молниеносно работаю. Так, булочка, я надеюсь, все-таки не исчезнет. Так, воды сюда добавляем. О, как раз, смотрите. Самая быстрая рука на диком западе. Все уже готово. Хотел вылить ей. Так, сосиски. Сюда. Да, ну хотя бы одну буханку было бы неплохо. Заготавливаю сразу, заранее. Так, это вам. Воды. Давайте сразу, наверное, наливать. Не заставлять ждать клиента. Сначала напитки, как и в ресторанах. Так, и затем рыбку. Смотрите, сколько народу. Так, сосиски. Сосиски сюда. Замешивать продолжаем. Так, сосиски готовы. Вот, направляем сюда. Булочки. А здесь водичка ваша, месье. Сразу новую. Сосиски, что ли, жарить. Так, булочку сначала этому. На всякий случай поджаривать сосиску. Все вроде готово. Не уверен, что двумя руками быстрее. Так, рыбу. К сожалению, не угадал. Не прогадал. Точнее, прогадал, наоборот. С сосиской. Так, ну мадам уже недовольна, как вы видите. Это, конечно, неприятно. Могла бы немного подождать, конечно. Сосиски, блин, никто не заказывает, как назло. Обязательно всем хлеб нужен. Очередь, как? После развала Советского Союза. Готово. Сейчас посмотрим на результат. Ноль. На этот раз ноль недовольных, но четыре нейтральных. Да, действительно. Даже если шкала на минимум, мы не теряем клиента, но они могут остаться недовольными, несмотря на то, что я их заказ выполнил. Но все равно за ожидания приходится платить. 173 золотых мы сегодня заработали. И можем, наконец-то, что-то приобрести. Чему не отображаются мои деньги? Где они отображаются? Это декорация. Но у меня больше 200, это точно. Так что можем себе овен, например, позволить. Это грейд печи, по всей видимости. Или гриль, например. На гриле наверняка можно сразу много сосисок изготавливать. Так, а как мне выбрать? Видимо, перо взять? Нет. Может, в каталоге? Да, по всей видимости, в каталоге. Здесь описание есть. Не нужно больше... Видимо, замешивать, насколько я понимаю. Но 900 монет, если не могу позволить. Так, скорость увеличивает запекание. Вот это неплохо. Да, и вот теперь сразу несколько можно готовить. Это даже лучше, наверное, покупаю. Где расписаться? Вот здесь вот. Беру. Не знаю, сколько у меня денег осталось. Но больше, наверное, я себе ничего позволить не могу. Хотя давайте попробуем это купить. Так, я точно купил? Честно говоря, не вижу никакого гриля. О, воду можно спускать. Не знаю, правда, зачем. Может, таким образом наливать? Не, мне кажется, это плохая идея. Или грязная вода, возможно, никому не нравится. Хотя, что может здесь быть плохого? Ну, а честно говоря, я не вижу никакого гриля. Я точно купил? А, нужно в сумочку положить. Так, сейчас мы узнаем, хватит. Нет, наверное, не хватит, да? Блин, а теперь отменить никак нельзя. Ну, ладно. Без гриля. Зато хлеб будет готовиться быстрее. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok